здравствуйте дорогие любители цитрусовых растений в этом видео мне хотелось бы рассказать вам немного о своем опыте которые недавно узнал это как бы метод несложный до того как растение хочет зацвести и если имеются длинные ветки вот как вот 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 такие вот толстые и длинные в сторону вот желательно их постригать во первых дерево обретает компактный свой вид и листья более насыщенно они наполняют вот это пространство как бы не куда-то там сторону а именно вот в кучке в середине и довольно таки вид становится такой вот насыщенный и более приятный вот видите со стороны это вот у меня лимон такой гладкий тонкокорый приятно ну вот этот мандарин я его тоже вот как видите после того как постриг он у меня тоже вот такой слишком был разросший по сторонам длинные ветки даже опускались если вы видели в прошлых видео чуть ли не до самого пола и значит ну вид во первых растения она сама мучилась от того что неравномерно распределялась жидкость циркулировала вот это вот по всему стволу и они даже надламывались как бы ну не совсем удобно было за ним следите и соответственно и вид был и совсем хороший но вот по советам опытных цитрусоводов они мне сказали что вот именно цитрусовые растения любят когда их постригают вот когда их постригают они оказываются вот действительно вот как вы видите мало того появились свежие стебли листочки такие вот насыщенный вид ужас обретается и обильно зацвел прям просто обильно и хочу сказать значит тот момент вот как бы сила она сконцентрировалась в самом растении и именно на цветение нас на завязи цветения значит хочу сказать что плоды хорошо завязываются завязывается и они практически не не отпадают не отпадают вот видите вот произошло за вот уже большая вот это поменьше завязалась ну практически все они завязываются и хочу сказать что будет большое количество урожая даст бог вот видите цветы на цветах цветы а какой аромат запах это просто просто бесподобно знаете как в раю нахожусь такое удовольствие приносит вот эти вот славные растения эти цитрусовые растения они какие-то совершенно другие отличающиеся от других растений вот это весело я его потом слегка пока он мягкий гибкий направляю и проволочками завязываю для того чтобы растение как бы рост шел к центру самого растения чтобы не разбегались побеги как бы вот этот никола мандином видите тоже мне тоже постри такой насыщенный вид стал очень хороший такой зеленые такие яркие листья глянцевые ну просто бесподобно ну вот я ведь и размножил тут много черенков наделал и мандарины и лимоны разных видов вот апельсин у меня там еще на другом подоконнике вот видите это черенки все они будут плодоносить буквально через год уже будут цвести ну вот раздаю всем своим знакомым вот потому что жалко выкидывают когда обрезаешь какие тут мусор хочется подарить жизнь этим молодым черенкам ну вот это вот меня лимон такой вот вы знаете он у меня погибал я его купил в магазине уже чуть ли вот почти лысый он был весь скрученный я не понимал ну конечно там за копейки его продавали мне заинтересовал то что взрослое такое дерево и ему ну лет наверно 8 найти такой взрослый и вот хотелось прям захотелся его как спасти и выходить просто чудо запах какой листьевый когда натираешь листья такой запах просто чудо вот здесь один плотик тоже завязался вот ну у него окажется вы знаете был этот щитовка была я сначала не понимал ну что такое почему-то по вялое состояние а когда уже присмотрелся смотрю щитовка по всему стволу и по листьям развелась но я это и мыльным раствором специальном даже хозяйственным мылом добавлением керосина но хочу сказать что сразу это не выводится гадость такая и под душем как только я это его не лечил от этой дряни щитовки и в итоге я купил вот такое средство значит октара вот буквально там на литр разводится полтора грамма что ли вот этого вину грамм вот то средство автара и опрыскивается опрыскивается тщательно и вы знаете вот эти вот щитовки они просто высыхают и отваливается сами и вот на данный момент это растение оно просто великолепно сейчас вот здорово сейчас обрастает свежими молодыми побегами внутри как видите новые молодые листья и вот здоровый вид приобретается просто чудесно а вот это вот кофе у меня тут разрослось тоже радует меня такой пышный ему всего третий год пошел но он просто вообще не знаю зацветет надеюсь что когда-нибудь порадует своей красотой вот мое хозяйство такой конечно было жалко было так больно решаться на этот шаг постригать значит листья постригать по выросшие такие длинные ветки ну а куда деваться зато вот сейчас ну где-то вот через месяц он уже как бы становится вот эта структура видна насыщенности так что не бойтесь постригаете все будет в итоге замечательно как сказал не переливайте растения нос и высохшие тоже почву не должна быть умеренно влажный всегда должна быть умеренно влажный и конечно же солнечный свет ну хотя бы такое косвенное светение чтобы не не прямые лучи а такие скользящие и будет все замечательно спасибо всем до следующего видео